Показывать, что другой вариант мира возможен, другой вариант глобального управления в мире возможен, другой вариант энергетического, экономического развития возможен. Впервые в истории человечества происходил захват атомных станций. Большая ГЭС, АЭС, конечно, это все уязвимо. В мире, который становится сейчас день от дня все менее безопасным. Приходят китайские партнеры, как мы знаем, и партнеры из других, скажем так, незападных стран. Смогут ли они обеспечить все необходимые технологии, пока вопрос надо будет посмотреть. На фоне этого государство российское ведет активную борьбу с экологами. Россия пытается выстроить свою суверенную экологическую повестку, сказать, что нам не нужна внешняя критика, нам не нужны международные организации. Пять российских экологических организаций были признаны иностранными агентами. Четыре из них вследствие этого приняли решение о закрытии. Но, опять-таки, потенциал в этом также, как мне кажется, сохраняется. В том числе, дальнейший потенциал тех изменений, которые мы хотели бы видеть. Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Саперы Ауде. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Война в Украине обернулась катастрофическими последствиями для окружающей среды. При этом, с одной стороны, затмила проблемы с экологией, а с другой подсветила совершенно неожиданные вопросы энергетической безопасности. Как избежать ядерного шантажа и как построить современную безуглеродную энергетическую систему? Как экологи спасают мир и почему российское государство начинает с ними бороться? У нас в гостях климатический журналист, главный редактор журнала «Экология и право» Ангелина Давыдова. Ангелина, спасибо большое, что уделили нам время. Хочу начать с такого очевидного вопроса. С одной стороны, война отодвинула на задний план климатическую повестку, с другой стороны, подсветила совершенно неожиданные вопросы, связанные с энергетической безопасностью, экологической безопасностью. В частности, впервые в истории человечества происходил захват атомных станций. И я знаю, что вы этому посвятили целый номер своего журнала «Экология и право», называв ее «Экология и война». Расскажите, пожалуйста, что сейчас на повестке, как это все меняется? Действительно, полномасштабная война в Украине, которая началась в феврале 2022 года, она продолжает оказывать непосредственное воздействие и на окружающую среду, и на климат. По сути дела, мы можем говорить, с одной стороны, о прямых экологических последствиях войны, то есть то, что сейчас происходит в Украине, то есть тот экологический ущерб, который возникает там. Это разрушение экосистем, это дополнительные лесные пожары, это химическое загрязнение почв, грунтовых вод, поверхностных вод. Это, конечно, ущерб для животной среды. То есть это тот самый прямой экологический ущерб, который происходит сейчас непосредственно в результате военных действий. Но есть и непрямые экологические последствия войны, и также последствия для глобальной климатической повестки и глобального энергетического рынка. Это, например, проявляется в том, что какие-то страны смягчили свое экологическое регулирование или отменили то или иное экологическое законодательство. Это мы, в частности, например, и в России видим. Или какие-то страны, обеспокоившись вопросами энергетической безопасности ввиду тех санкций, которые были наложены на Россию, как крупного поставщика нефти, газа, угля, начали как раз пытаться судорожно найти других поставщиков и заполнять свои хранилища природного газа, закупая у других поставщиков. С другой стороны, мы также видели и продолжаем наблюдать, например, положительные тренды. Когда, безусловно, война, которую начала Россия, крупный поставщик энергоресурсов на мировой рынок, в том числе Евросоюз, прежде всего, она заставила очень многие страны задуматься о том, вообще в правильной ли мы экономической и энергетической системе живем и как мы можем поменять всю систему принятия решений. Ведь когда энергетическая безопасность очень большого количества стран мира зависит всего от небольшого количества поставщиков природного газа и нефти, это, конечно, создает не очень устойчивую систему. И, как мы знаем, у многих стран, которые добывают ископаемые ресурсы и поставляют их на международный рынок, как раз политические системы далеки от идеально демократических. И поэтому начавшаяся война, она интенсифицировала дискуссию об энергетической безопасности, энергетической самодостаточности, а также о необходимости более быстрого перехода на возобновляемые источники энергии, которые, как правило, уносят локальный характер. Но, тем не менее, снова вернулась дискуссия про целесообразность атомного энергообеспечения, потому что, когда начались перебои с газом, с углеводородами, начали говорить о том, что зачем же мы закрывали атомные станции, и снова вот эта вот дискуссия вокруг атомной энергетики возникла. Ну, в каких-то странах да, в каких-то странах нет. Например, Германия, мы видим, не отказалась от своего решения полностью выйти из атомной энергетики. В каких-то других странах позиция, может быть, чуть-чуть смягчилась к атомной энергетике, но в целом кардинально новых решений мы пока не увидели. Тут еще тоже, мне кажется, важно понимать, что разные виды энергогенерации используются для разных целей. И если атомная энергия в основном используется для электрогенерации, то тот же природный газ, он в очень многих странах, особенно северных странах Европы, он используется для целей отопления или для целей промышленности. То есть это тоже немножечко разные. То есть они не стоят в прямой конкуренции, скажем так. В целом мы также не можем не замечать, что, например, тут же Росатом остается по-прежнему очень крайне международным активным агентом и пытается продвигать многим странам, в том числе странам так называемого глобального юга, как раз атомные технологии в качестве и экологически дружественных, и климатически дружественных. Это мы, например, также видим в переговорном климатическом процессе ООН, в котором как раз я и коллеги принимаем участие, видим очень такую активную позицию Росатома, который пытается этим заниматься. Но опять-таки эта тенденция, этот тренд, он начался не со времени войны, он начался немножечко до войны уже, но, по сути дела, продолжается. Тут есть ряд стран, которые официально признают, что да, атомная энергетика необходимая часть новой энергетической картины. Мы будем дальше ее развивать при помощи международных технологий или своих технологий. И есть страны, которые все-таки приняли однозначное решение полностью выйти из атомной энергетики. Да, но при этом у нас снова возникает вот эта вот дилемма свободы вес-безопасности, то есть как будто бы свобода от углеводородов, но при этом захват Запорожской АЭС показал о том, какую опасность в себе может таить вот эта вот история, да, и потом взрыв Каховская, дамбы. То есть это все очень-очень большая угроза, наверное, тоже для дальнейшего отказа от атомных станций, и плюс еще расследование Гринписа по Чернобылю. Любой крупный инфраструктурный объект, промышленный объект, это всегда, конечно, источник риска. И тут может речь идти и, безусловно, и о АЭС, и о ГЭС, и о крупном промышленном производстве. Риски разные, степень воздействия, безусловно, разная. Мы все до сих пор живем в такой тени крупных аварий с АЭС, которые произошли во второй половине XX века. Прежде всего это, конечно, Чернобыльская АЭС, да, то, что там произошло. Ну, также, например, Фукусима, да, как бы история с Фукусимой тоже как бы большая история, до сих пор имеет свои последствия. Недавно как раз же произошла большая история, когда Япония приняла решение сбросить большие объемы воды в океан. Да, и когда премьер японский пил воду, чтобы показать, что она безопасна. Поэтому, конечно, очень много страхов, рисков и опасений возникает со всеми крупными объектами, которые связаны в том числе с АЭС. И, безусловно, история как раз с охватом Запорожской АЭС и со всем тем, что происходило вокруг Чернобыльской АЭС, когда действительно российская армия, находясь там, буквально в смысле перенесла довольно-таки большие объемы земли, загрязненной на какие-то новые территории. И в целом, можно сказать, переворошила те слои, которые содержат то или иное радиационное загрязнение. Гринпис, в том числе немецкий Гринпис, отправлял туда целую команду после того, как, соответственно, российская армия отступила с тем, чтобы провести эти исследования. И они показали действительно, что была перенесена почва. И, конечно, непосредственно для людей, которые это сделали, которые там долго находились, это, конечно, представляет серьезную опасность для их здоровья. Но также и для локального радиационного загрязнения, которое также было перенесено на какие-то другие участки, это, безусловно, также имело и будет иметь долгоедущие последствия. Ну и в целом, конечно, еще раз подрешаясь к этому пункту, крупный инфраструктурный объект, большая ГЭС, АЭС. Конечно, это все уязвимо. В мире, который становится сейчас день ото дня все менее безопасным. И с точки зрения войн, и с точки зрения конфликтов, но и с точки зрения, например, изменения климата и потенциальных негативных метеорологических событий, которые могут произойти очень и очень внезапно. Нельзя не замечать, что климат очень сильно меняется, да, и война, открытые военные конфликты не могут затмить собой те пожары, которые бушевали в России, те пожары, которые были в Европе. На фоне этого государство российское ведет активную борьбу с экологами. Почему? Почему опять попытка замести все это под ковер? Действительно, особенно с начала войны, и особенно, я бы даже сказала, в этом году, в 23-м году давление на крупные международные экологические организации усилилось. Немножко статистики. В прошлом году, в 22-м, пять российских экологических организаций были признаны иностранными агентами. Четыре из них вследствие этого приняли решение о закрытии. В этом году пять организаций, либо напрямую международных, которые работали в России, либо подразделения российских международных организаций, были объявлены нежелательными. Как мы понимаем, этот статус намного более серьезная вещь, чем даже иноагентство, потому что это, по сути дела, запрещает работу организаций в России и запрещает любое сотрудничество граждан России с этими организациями. В их числе, в числе этих организаций, международный Greenpeace, Всемирный фонд Дикой природы и Биллонов. Еще две организации были. Алтайский проект, например. И почему это произошло? Вот здесь мы почитаем официальное объяснение, которое российские власти предлагают. Почему эти организации закрыты? Потому что они пытались вмешиваться и критиковать крупные инфраструктурные проекты, которые Россия либо уже реализовывает, либо планирует к реализации. Многие из этих проектов действительно это добыча ископаемого топлива, но не только, добыча прочих ресурсов. И многие из этих проектов также планируются к реализации или уже реализуются в российской части Арктики. Я скажу, что этот тренд не новый. Он на протяжении многих лет уже нарастал. Если мне память не изменяет, в 2013 году еще на Петербургском экономическом форуме был представлен доклад о том, какой урон экологи нанесли российской экономике, предотвратив реализацию целого ряда крупных инфраструктурных проектов. То есть тогда высказывания о том, что ВВФ и Greenpeace несут прямую угрозу российской экономике, они звучали еще тогда. Просто до конкретных действий дело дошло сейчас. Происходит выдавление этих организаций. То есть, по сути дела, Россия пытается выстроить свою суверенную экологическую повестку, сказать, что нам не нужна внешняя критика, нам не нужны международные организации. Мы сами будем считать и определять, что экологично, что не экологично, как нам дальше экономически развиваться, какие факторы охраны окружающей среды принимать во внимание или не принимать во внимание. И вот это все независимое мнение нам не нужно. Какие последствия имеет запрет этих организаций? Ну, во-первых, безусловно, станет меньше критики, меньше серьезного анализа того, что действительно происходит, например, с заявлениями России о том, что тот или иной проект соответствует экологическим нормам. Вот кто это может перепроверить? Кто это может опровергивать? У кого есть такой большой штат экспертов и юристов, как раньше у многих из этих организаций, которые действительно серьезно работают над всеми этими вопросами? Вот это одно последствие. Второе последствие, конечно, заключается в том, что многие из этих организаций поддерживали также дальнейшие низовые экологические инициативы, которых, как мы знаем, в России в последние годы было очень много. Это интересный образом до сих пор есть. В очень многих российских регионах по-прежнему сохраняются протестные локальные группы, которые, как правило, занимаются конкретной локальной экологической проблемой. Тогда мусорные протесты и, собственно, даже волонтерское движение, как мы помним, началось с тушения пожаров и наводнения в Краснодарском крае, когда низовое движение начиналось. Это абсолютно точно. И очень многие крупные организации, они инфраструктурно поддерживали эти маленькие инициативы, может быть, какими-то технологическими инструментами, вопросами адвокации их интересов на политическом уровне, вопросами доведения вот этих маленьких локальных историй для крупных федеральных медиа, которые могли подцепить эту историю, прямой юридической бесплатной помощи. У многих из вышезванных организаций были бесплатные экологические юристы, которые помогали как раз многим таким протестным организациям составить их в суд, пойти в суд, сделать все юридическое сопровождение. Вот сейчас, к сожалению, это также уходит. На самом деле, мне кажется, что государство еще очень боится экологов, потому что это та повестка, за которую охотно выходят граждане в регионах, потому что это то, что понятно, потому что самые большие протесты, как мы помним, были по мусорным реформам, когда люди готовы были, они объединялись, коммунисты с либералами, обычные жители выходили, потому что это воздух, это земля, это то, что касается непосредственно их. И мы помним ШИС, который до сих пор, в общем, остался. И как это все развивалось? То есть вот какова, например, история мусорной реформы, которая ведь тогда государство хотело даже в какой-то момент пойти навстречу и что-то даже пыталось сделать, но есть подозрение, что так ничего и не сделала. Ну, тут довольно такая непростая история с этими движениями. Во-первых, действительно, изумительным образом, подобные движения, они были и остаются присутствующими в российском и гражданском контексте. Это интересный тренд. И это тренд, который на протяжении многих лет исследователями воспринимался позитивно и даже воспринимался, я бы сказала, с очень большой надеждой. С оптимизмом, да. На то, что именно вот эти низовые экологические движения, второе направление, это были все городские инициативы, все, что касается городского развития. Что как раз вот эти движения, они станут базой для дальнейшей демократизации, они станут базой для дальнейшего изменения большой политической системы, потому что люди получат личный опыт участия в них. Я тоже была одним из людей, кто так думал. С начала войны мы поняли, что ситуация чуть-чуть сложнее. Во-первых, все-таки, по-видимому, их усилия не оказались достаточно сильными, чтобы такой фактор шока как-то преодолеть, полностью перетечь в антивоенное движение. Ряд экологических активистов стали антивоенными активистами, стали продолжать антивоенную повестку развивать. Вот есть такая эколого-правовая инициатива, которая занимается мониторингом преследования экологических активистов, регулярно выпускает, соответственно, свои доклады и аналитику. И вот целый ряд, в том числе защитников ШИИСа, несколько человек из этой группы, за антивоенную деятельность, подчеркну, были осуждены, например, административно. Ну, мы помним, Аршака, которого просто выгнали из страны, получается. Ну да, ну кого-то и посадили. Кого-то выгнали, да, Аршака действительно лишили российского гражданства приобретенного. Кого-то посадили, кого-то там дальше какие-то механизмы еще воздействия были. С другой стороны, в очень многих, например, региональных группах произошло разделение и большой раскол по теме войны. Тоже нельзя отрицать. Мы знаем ряд экологических активистов, которые раз поддержали военные действия. И во многих, например, локальных экологических группах просто было принято решение, мы не говорим про войну. Мы не говорим про войну, мы занимаемся нашей локальной экологической историей. Что интересно, эти движения продолжаются. Наверное, первые 2-3 месяца с начала войны было такое затишье, а потом потихонечку опять пошли эти движения. И сейчас их очень много. Сейчас, если следить за всеми этими экологическими протестами, которые происходят в России, повторюсь, как правило, они носят гиперлокальный характер. То есть они по какой-то гиперлокальной экологической повестке. Загрязнение воздуха, загрязнение воды, чем-то пахнет странным, деревья вырыбают, парк, собираются мусоросжигательный завод построить. Вот по такой тематике они. И эти группы продолжают свою работу, эти группы продолжают и мобилизацию, идут, пытаются СМИ найти, которые могут про них написать, делать кампании в социальных медиа, идут в суд даже. Как же на это реагируют власти? Я тоже слежу за этой повесткой, и я пытаюсь, например, смотреть на заявления и про властных экологов, которые, кстати, тоже появились, стали более активны, про властные экологи. Государство создаёт сверху организации, например, Экофонд Компас, или ещё молодёжное экологическое движение появилось. Это любимая история с Гонга «Перехватить повестку». Да, этого сейчас очень много, и особенно с начала войны этого также очень много. Проводится очень много прогосударственных экологических конгрессов, где в том числе собирается молодёжь. Мы за всё зелёное, мы за всё хорошее, мы за зелёную Россию будущего. Всё организовано в состоянии государства, нам не нужна критика их. Вот они плохие экологи. Но вот на эти низовые движения, я бы сказала, из того, что я вижу и наблюдаю в официальной повестке, я бы не сказала, что государство смотрит с опасением, я бы сказала, что они пытаются это также инструментализировать. С разной степенью успешности. Можно увидеть заявление о том, что да, вот такой исконный зелёный протест, он как бы явно присутствует, он важен, как бы властям важно с ними работать, и властям тоже важно позволять выпускать этот пар. То есть всё-таки выпускание пара, присутствует элемент, и присутствует элемент того, что для местных властей важно это не подавлять жёстко, а может быть пытаться как-то с этим работать, как-то это инструментализировать. Перекладывать сейчас ответственности, потому что, например, такая же история была уже отработана на социальных проектах, которые тоже потихонечку государство в своих интересах прикормило, потому что переложив на них часть своих обязательств, тем же помощь инвалидам, детям, детским домам. С экологами, я так подозреваю, та же история происходит. Ну, немножечко неоднозначно, потому что, во-первых, у нас и государство, это не единая монолитная структура. И мы видим, например, как многие движения, протестные экологически, они пытаются играть на конфликте локальной власти против федеральных властей. Мы также видим, как многие локальные экологические конфликты иногда приводили к, например, смене губернатора или смене каких-то ещё властей в регионе. То есть есть такой элемент. Или когда в каком-то регионе несколько центров власти, несколько центров, соответственно, принятия решений, например, есть там два крупных конкурирующих промышленников, промышленных блока. То есть экологи, может быть, тоже на этом могут немножко поиграть с тем, что не всё монолитно, не всё выстроено в единую вертикаль. В целом попытки это использовать, попытки это инструментализировать, есть. Это тоже нельзя не видеть. Но опять-таки потенциал в этом так же, как мне кажется, сохраняется. В том числе дальнейший потенциал тех изменений, которые мы хотели бы видеть. Поэтому я бы сказала, что всё равно важный тренд, и важно, что это и есть. Почему сейчас вы направили свой взгляд на Арктику? То есть проанализировав прошлое, теперь взялись за то, что потенциально может быть, где могут быть дальше проблемы? Ну, Арктика — это очень глобально важный регион. Во-первых, регион, где так или иначе международное сотрудничество необходимо. Понятно, что сейчас оно уже ограничено. Как мы помним, в прошлом году Россия председательствовала формально в Арктическом Совете, но все другие страны остановили свою членство на время председательства России. Сейчас председательство сменилось, Норвегия возглавляет, председательствует в Арктическом Совете. Арктика, с одной стороны, кажется, что регион глобальных интересов всех, то есть это такое глобальное благо, для управления которого надо было бы забыть о своих национальных интересах и просто думать о том, как сохранять Арктику, как сохранять природные экосистемы, не трогать, не разрушать, не заниматься массовой гонкой по развитию нефтегазовых проектов. Но это, конечно, такая идеальная картина, которую хотят экологи. То, что мы в реальности видим, очень многие страны, в том числе Россия, безусловно, продолжают развивать дальнейшую инфраструктуру, строят инфраструктуру, реализуют планы по добыче скопаемого топлива, металлов, другие какие-то индустриальные проекты и пытаются дальше максимально выжить все из этого региона. Мы с Ильей Шумановым как раз обсуждали, что у России очень продолжительная граница с Арктикой. Поэтому, кроме того, что там все со всеми ругаются из-за, собственно, ископаемых, Россия тоже, скорее всего, скоро направит туда свой взгляд. И вот эта вот такая экспансия может коснуться и этого заповедного пока еще региона. Да. И вместе с этим мы также видим, что Арктика — это регион, где потепление наиболее быстро происходит. Как говорит нам статистика Всемирная метеорологическая организация? Действительно, Арктика быстро теплеет, что имеет последствия для всего мира, потому что это влияет в том числе на циркуляцию воздушных масс, на циркуляцию водных масс и на мировой океан. Эти все последствия, безусловно, необходимо изучать, понимать, как мы можем к этому адаптироваться, понимать, как мы можем максимально сохранить и не трогать арктические системы. Но опять-таки это входит в противоречие с планами и России, ну и, конечно, других государств по добыче природных ископаемых. И, конечно, Россия, не скрывая, говорит, Арктика наша, то есть там часть Арктики наша, мы будем делать там, что хотим, в том числе добывать нефть, добывать газ, добывать какие-то другие ресурсы. И нам, вот опять-таки, возвращаясь к идее запрета международных организаций, нам не нужна вся вот эта ваша критика. Каковы запасы в Арктике? То есть вот о чём идёт речь? То есть что там ещё может быть разработано и какой ущерб от этого может быть нанесён? Ну, в Арктике запасы очень многих ресурсов, самых разных, начиная от, соответственно, нефтегазовых месторождений, очень различных видов металлов, редкие металлы, в том числе редкоземельные металлы, базовые, алмазы, очень большое количество в регионах, прилегающих к Арктике или на шельфе Арктики присутствуют. То есть месторождения эти есть, запасы эти есть. Вопросы освоения этих месторождений, вопросы добычи, это всегда вопросы экономически-технологические, до недавнего времени были. Насколько это экономически выгодно, насколько цены на то или иное сырьё позволяют делать инвестиции, дорогостоящие инвестиции. Добыча всего в Арктике, это намного дороже, чем, например, добыча энергетических ресурсов, скажем, в регионе Персидского залива. Мы знаем это. Надо строить инфраструктуру, сложные погодные условия, очень часто многолетняя мерзлота, которая опять-таки из-за изменения климата тает, исчезает, всё становится более шатким и зыбким. Нужно большое экономическое обоснование для того, чтобы идти туда с этими проектами. Плюс технологический вопрос, есть ли на этой технологии. Индивизионная Россия до недавнего времени работала очень честно с международными проектами, международными компаниями, инвесторами с тем, чтобы использовать в том числе международные технологии для добычи технических ресурсов в Арктике. Сейчас начало войны. В Украине многие из инвесторов и партнёров ушли, но приходят китайские партнёры, как мы знаем, и партнёры из других, скажем так, не западных стран. Смогут ли они обеспечить все необходимые технологии, пока вопрос надо будет посмотреть. Но вот экономический аспект, технологический аспект, который я озвучила, он был и остаётся, но у нас, безусловно, важны вопросы климата, вопросы экологии, охраны окружающей среды. Насколько будут соблюдены те или иные требования природоохранные, в том числе по добыче тех иных ресурсов, средств и инфраструктуры, но, безусловно, и вопросы климата, а именно, во-первых, меняющегося климата в самой Арктике, что делает многие из этих проектов дороже, чем они были раньше, а, во-вторых, с точки зрения климата, в идеальной ситуации в Арктике не нужны были бы эти проекты, не только в России, но и в многих других странах. Во-первых, есть такая глобальная компания, которая называется «Livered in the Ground», то есть давайте оставим это в земле, давайте не будем добывать нефтегаз. Это первый аспект. А второй аспект, для в том числе решения климатической проблемы, глобального регулирования климата, нам же необходимо оставлять очень большие природные территории, не тронутыми для того, чтобы они исполняли свои экосистемные функции и просто были вне человеческого вмешательства. Опять-таки, к сожалению, мы пока не видим, что в области Арктики это будет все реализовываться именно так. После парижских соглашений и когда весь мир вроде бы договорился о вот этом водородном переходе, казалось, что вот он, сделан следующий шаг, зеленый переход, и даже Россия участвовала, и какие-то там заявления делала, и даже пыталась там угольные шахты закрывать. А сейчас, когда мир совершенно развалился, когда бюджеты тают, и, конечно, всем хочется получить быстрых денег из земли, потому что пока непонятно, где их брать еще. Как могут экологи повлиять на это? Есть ли какие-то ресурсы для вот такого наднационального объединения, организаций, может быть? Как вести диалог с правительствами, которые совершенно тоже, наверное, в растерянности находятся? Что делать дальше? Действительно очень важный вопрос. Но я бы сказала так. Во-первых, парижское соглашение, оно не было юридически обязывающим. То есть это соглашение, в котором все страны договорились, что они будут стремиться к достижению определенного температурного предела, не повышение глобальной температуры на полтора градуса или двухградусов, и стремление к полутора градусам, также разработки планов по снижению выбросов и достижению углеродной нейтральности, адаптации к изменению климата. Но то, каким путем пойдет каждая страна, решает все-таки сама страна. В этом смысле парижское соглашение, сам факт, что оно появилось, довольно такой гибкий, но не слишком юридически обязывающий механизм. Поэтому какие-то страны пытались и пытаются, и будут пытаться использовать уловки, например, говорить о том, что у нас столько лесов, наши леса все поглотят, даже если эти леса, их экологическое управление оставляет желать лучшего, если, например, растущие природные пожары также снижают поглощающую возможность лесов регулировать климатическую систему и поглощать СО2. То есть парижское соглашение само по себе было не слишком таким жестким и обязательным. Это первый пункт. Второй пункт получается в том, что все-таки страны не совсем отменили свои климатические планы, исходя из войны. Кто-то, да, подкорректировал. Краткосрочно страны, конечно, стали очень много. Закупили быстро, заполнили запасы природного газа, каких-то прочих ресурсов. Но сейчас в целом низкоуглеродный переход никто не отменял. Все продолжают думать о том, как его делать, как идти дальше, как дальше переходить и на возобновляемую энергию, и на экономию ресурсов, и на очень многие другие какие-то аспекты как раз низкоуглеродного перехода. Что делать в этом гражданскому обществу? Ну, в общем-то, мне кажется, то, что они делали и раньше. То есть, с одной стороны, показывать, что другой вариант мира возможен, другой вариант глобального управления в мире возможен, другой вариант энергетического, экономического развития возможен, другой вариант ценностей возможен, того, что мы считаем важным, как мы считаем важным развиваться, кто в этом принимает решения. То есть работать на уровне политики, на уровне адвокации, работать на уровне международного сотрудничества, когда страны все-таки говорят трех с другом, сотрудничество пытаются решить вместе работать с населением конечно просто рассказывать людям какие есть риски что важно как можем поменять жизнь как повлияет на нас то есть работать и на политическом уровне и на медийном уровне на общественном уровне в общем-то на всех этих уровнях спасибо большое ангелина за вашу работу и за наш разговор спасибо